Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале в студии Анастасия Мосина и в начале выпуска коротко о главных темах. Это позволит в кратчайшие сроки уже приступить непосредственно к неогласителю. В Бородино ездить не придется. Аппарат компьютерной томографии в Каннске заменили. Не без помощи частных предпринимателей. Я через мобильную версию отвечал и просто восхищался поставленными вопросами. Этнографический диктант с ошибками. Жители Каннска заметили множество синтаксических ошибок, отвечая на вопросы онлайн-диктанта. Они будут перемещаться не именно в пространстве, они будут перемещаться по своим внутренним ощущениям. В путешествии, сидя в креслах зрительного зала в Каннском драматическом театре, актеры сыграли на сцене очередную премьеру, которая не оставила зрителей равнодушными. И теперь обо всем подробнее. Умер от коронавируса или халатности врачей? Широкий резонанс обрела история о гибели мужа экс-главы Каннска Надежды Качан. Мужчина скончался 31 октября в ковидном госпитале. А накануне дочь умершего опубликовала его последние смс-сообщения. Подробности далее. Заканчивается кислород в реанимации Муромской. Помоги. Это предсмертное смс Татьяна Качана публиковала в своем аккаунте в Инстаграм на девятый день после гибели отца. По ее словам, он написал его в реанимации, а вечером того же дня скончался. В своем посту женщина обвинила во всем медперсонал и предполагает, что ее отец умер из-за перебоев с подачей кислорода. Почему в реанимации не было никого из медперсонала? Это не две-три минуты. Почему отец пишет, кончился кислород? Ответьте мне на эти вопросы, господа врачи. Ответьте на них городу и людям, которые в эти дни потеряли близких. Реакция подписчиков в социальных сетях на слова убитой горем женщины не заставила себя долго ждать. Под постом они оставили десятки комментариев. Теперь и телефоны запретят с собой брать. Примите соболезнования. Татьяна, примите мои соболезнования. Мы столкнулись с такой же ситуацией, когда читала, тронула до слез. У нас точно так же к бабушке никто не подходил и врачи не лечили вовсе. Начались судороги и бабушка скончалась. Для них она никто, а для нас мать, бабушка и прабабушка. Хоронили в пакете в закрытом гробу. Это очень тяжело. О ситуации было известно еще на прошлой неделе. Тогда же главврач в ходе очередного брифинга прокомментировал ее журналистам. Оказалось, это не единственный умерший 31 октября. А тогда были еще случаи летального исхода среди пациентов. И в тот день в инфекционном госпитале действительно возникли перебои с подачей электричества. Но медики говорят, какие-то внешние факторы не могут стать причиной смерти, так как организация имеет свои источники питания. Тем не менее, данный случай без внимания не оставят. Факт такой был озвучен, что, возможно, какие-то отключения электроэнергии привели к гибели пациентов. Мы, естественно, проведем тщательные расследования по этому поводу. Но пока, по предварительным данным, несмотря на то, что достаточно много пациентов у нас умирает в госпитале, причинами все-таки является гибель их от коронавирусной инфекции в первую очередь. Что касается нехватки кислорода, то такая проблема в каком-то роде тоже имеет место быть, говорят врачи. В госпитале на данный момент более 140 точек подключения к нему от ограничителей на них нет, поэтому некоторые пациенты могут перебарщивать с напором и открывать краны на полную мощность, тем самым снижая общее давление для других. Также медики добавили. Ревизия из заполнения емкости с кислородом производится ежедневно по 2-3 раза. А тем временем аппарат КАТЭ в Каннском госпитале для коронавирусных больных заменили. Его больницы предоставил частный предприниматель. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что единственный в городе томограф вышел из строя, на его ремонт потребуется больше месяца, а ближайший находится в Бородино. А ведь именно этот аппарат помогает медикам оценить степень поражения легких при тяжелом течении пневмонии коронавируса. К решению вопроса подключились министр здравоохранения края Борис Немик, депутат Госдумы Юрий Швыткин и местные власти. К счастью, удалось договориться с одним из предпринимателей, и аппарат заменили. Работа кабинета компьютерной томографии восстановлена. Бизнес-структура отнеслась к этому достаточно, безусловно, с пониманием. И, конечно, предоставили нам соответствующий компьютерный томограф, где-то примерно на полтора месяца, то есть на тот период времени, когда не будет сделан томограф, который сейчас вышел из строя. При этом нужно отметить, что он носит мобильный характер, и, конечно же, это позволит в кратчайшие сроки уже приступить непосредственно к неодносиме. А теперь подробнее об эпидситуации в Канске и в регионе. Красноярский край преодолел порог в 29 тысяч случаев заболевания коронавирусом. За сутки пополнили количество заболевших еще 329 человек. Выздоровели уже почти 22 тысячи пациентов. Умерли 741. К сожалению, за последние сутки скончались еще 9 жителей края с подтвержденным диагнозом. Больше всего новых заболевших в Красноярске – 85. А также Ачинске, Канске и Сосновоборске у нас 17. По информации Роспотребнадзора, наш город продолжает занимать шестую строчку среди городов края по распространению COVID-19 – 741 заболевший за весь период. Все также опережают нас по статистике только Минусинск, Норильск, Северо-Енисейский район, Ачинск и Красноярск. А теперь к другим темам. На этих выходных сбили человека на трассе под Канском. Смертельное ДТП произошло неподалеку от деревни Курыш-Попович, что в сторону Абана. Там на пешехода наехал грузовой автомобиль «ГАЗ», рассказали в местном отделении ГИБДД. 7 ноября 2020 года, вечернее время, в 21 час, на 15-м километре автодороги Канск-Кабан-Багучаны в районе деревни Курыш-Попович произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода. В результате данного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте. Хотелось бы обратиться ко всем участникам дорожного движения. Сегодня у нас ситуация – мокрый асфальт, видимость ограничена. Особенности вне участков, которые освещены искусственным освещением дополнительным. Быть максимально бдительными, управлять транспортным средством с той скоростью, чтобы иметь постоянный контроль. Пешеходам, конечно, это одевать световозвращающие элементы на свою верхнюю одежду, чтобы быть заметными водителями. И не выходить без нужды на проезжую часть дороги в нарушение правил дорожного движения. Вы смотрите новости на пятом канале. Мы продолжаем выпуск. Жители Каннска пожаловались на многочисленные ошибки в этнографическом диктанте. Всю прошлую неделю мы имели возможность проверить свои знания о культуре народов, проживающих в нашей стране. Но вот только проверять нам пришлось образованность тех, кто составлял вопросы для всероссийского диктанта. Я тут на днях принял участие в этнографическом диктанте. Набрал 36 баллов из 100. Но я здесь, конечно, не был сильно удивлен. Больше я был удивлен вопросом, который мне задавали в этом диктанте. Давайте посмотрим. С легкой долькой юмора житель Каннского района Евгений Петрович оставляет свой отзыв о прохождении этнографического диктанта в социальных сетях. В видеозаписи мужчина подробно разобрал все найденные им ошибки и неточности в вопросах, на которые ему, как и многим жителям страны, пришлось ответить в ходе диктанта. Первую ошибку он нашел уже в первом вопросе. Государство, культурную самобытность всех народов. Ну, я понимаю, что здесь что-то не так. И себе предполагаю, что, скорее всего, должно быть написано. Государство гарантирует сохранение этнокультурного и языкового разнообразия и самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации. Для того, чтобы убедиться в своих сомнениях, Евгений решил проверить, как звучит формулировка данного предложения в официальных документах. И оказался прав. Следующая неточность была найдена в следующем же вопросе. Мы хотели более художественно передать вопрос, типа вспомним, вспомним. Ну ладно. Итого, пройдя весь диктант, Евгению удалось обнаружить синтоксические ошибки в 11 вопросах из 30 существующих. Однако, как заверил мужчина, такие неточности были лишь в мобильной версии диктанта. Ну на самом деле, конечно, я думаю, что это проблема именно в телефонной версии, мобильной. По всей видимости, когда мы через компьютер заходим на этнографический диктант, то там все хорошо. Но я через мобильную версию отвечал и просто восхищался поставленными вопросами. Мы связались с координаторами проекта, однако, как оказалось, они были не в курсе проблемы и прокомментировать нам ситуацию не смогли. Мы же, в свою очередь, отправили им видеозапись Евгения для изучения на электронную почту. Татьяна Блинкова на основе любительской видеосъемки. Прежде чем прервемся на рекламу, блок коротких новостей. И снова побег. Из Каннского психдиспансера уже во второй раз сбежали двое пациентов. 37-летний и 32-летний мужчины самовольно ушли из лечебницы 8 ноября. По данным поисковиков, пропавшие могут астостопом направляться в Красноярск. Представляют ли они опасность, не сообщается. Роспотребнадзор наказал 9-й детский сад в Каннске за то, что там кормили детей не по меню. Кроме того, в дошкольном учреждении не проверяли готовую пищу на микробиологическую безопасность. За выявленные нарушения виновных лиц ждет штраф. Волонтеров-медиков привлекут к работе в поликлиниках Каннска. Студенты будут оказывать помощь врачам в приеме звонков в регистратурах. Также практиканты будут брать у пациентов мазки на коронавирус и проводить их первичный осмотр. Прибегнуть к помощи добровольцев приходится из-за высокой заболеваемости среди опытного медперсонала. Сразу после короткой рекламы расскажем о том, как каннские полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга. Репортаж с премьерой спектакля Каннского драм-театра. О чем новая постановка. Не переключайтесь. Срочно нужны деньги? Тогда вам к нам. Займ под залог недвижимости от 3% в месяц. Никаких мелких шрифтов и скрытых платежей. Обращаться по телефону 8-913-184-46-45. Интернет, телевидение, телефония от компании «Орион Телеком». Телефон службы подключения 63-00. С 9 по 11 ноября в торговом центре «Порт-Артур» город Канск состоится выставка меховых изделий. Шубы, мутон и норка, дубленки. Акция «Меняем старую шубу на новую» с вашей доплатой. Пенсионерам скидки 10%. Кредит, рассрочка. «Евродекор» – место, где воплощаются мечты об уютном доме. Мы собрали для вас алфавит строительных, отделочных материалов и аксессуаров от А до Я. Здесь каждый найдет то, что так долго искал. Бесконечный ассортимент, опытные консультанты, знающие все про отделку и ремонт. И, конечно, отличные цены. «Евродекор» – ремонт с комфортом. Каждый день с 12.00 до 6.00 вечера домашний бизнес-ланч от 199 рублей, а полный комбо-обед – 299 рублей. Напитки бесплатно. В отдел ГИБДД МОМВД России и Каннский требуются инспекторы дорожно-патрульной службы. Квалификационное требование к кандидатам – наличие не ниже среднего профессионального образования. За дополнительной информацией обращаться по адресу. Город Канск, улица Николая Буды, 56, кабинет номер 10. Телефон 8 953 850 53 31. В Каннске почтили память павших при исполнении служебного долга стражей порядка. Мероприятие прошло во Всероссийский день памяти у стен отдела ГИБДД. Подробнее в материале Валерии Черных. Добрый день, уважаемые участники памятного мероприятия. 2011 года в соответствии с приказами Министерства внутренних дел и Офиска Федерации 8 ноября является днём памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. На улице Николая Буды на здании городской госавтоинспекции установлена мемориальная доска инспектору ДПС Дмитрию Мячикову. Его память коллеги почтили минутой молчания. Дмитрий в 1999 году самоотверженно погиб при исполнении долга. Сегодня в день памяти погибших сотрудников органов внутренних дел мы почтили память инспектора ДПС старшего сержанта милиции Дмитрия Мячикова. В силу ряда причин мероприятие прошло без традиционного торжественного построения личного состава и с минимальным количеством участников. Но такова сейчас ситуация. Главное мы отдали дань памяти погибшего товарища, который до последнего не изменил своему служебному долгу стоять на страже безопасности и закона. В день гибели старший сержант милиции Дмитрий Мячиков находился не на службе, однако не мог избавиться от уже сложившейся профессиональной привычки быть бдительным. На улице Николая Буды внимание Дмитрия привлек спешащий человек. На плече незнакомец внес увесистый мешок. Дмитрий вышел из машины и последовал за гражданином, подребовав остановиться. Мужчина на это лишь ускорил шаг. Когда же сержант милиции поравнялся с неизвестным, гражданин резко остановился и выстрелил из обреза в Дмитрия. Сотрудник милиции скончался на месте, так и не дождавшись приезда скорой помощи. Сегодня день памяти сотрудников погибших при исполнении служебного долга. Семьи погибших у нас закреплены по службам, допустим, Мячиков за ГАИ, Юшманов Борис за делом кадров, Кузин за невестной охраной. Семьи постоянно посещаем, оказываем посильную помощь, то есть не забываем. Во время мероприятия вспомнили тех сотрудников, которые в разные годы самоотверженно погибли при исполнении служебных обязанностей, а их больше десятка. Быстров Александр Борисович, младший милиционер конного отряда Каннской уездной милиции, убит белогвардейцами 5 октября 1920 года. Грибалев Семен Иванович, милиционер Каннской уездной милиции, убит белогвардейцами 1 ноября 1920 года. Профессия защитника правопорядка была и остается одной из самых опасных. Сотрудники органов внутренних дел ежедневно подвергают свою жизнь риску. К сожалению, не обходится и без боевых потерь. Валерия Черных, Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск», 5 канал. Современная история юношеского максимализма на сцене Каннского драматического театра. Там состоялась премьера спектакля по одной из ранних пьес Виктора Розова «В дороге». Постановка на тему, не теряющей актуальности и в наше время, пришлась по нраву зрителю. Когда-то пьеса драматурга Розова «В дороге» была киносценарием. Разыграть эту объективно-экранную историю задача не из легких. Но режиссер из Уфы Алсу Галина понадеялась на воображение зрителя и представила нам «Роуд-мови» по железнодорожным путям в малюсеньком пространстве сцены. Спектакль был просто великолепен. Если честно, уже давно не посещал театр. И прям рад, что вернулся на такую постановку. Буря эмоций на самом деле. И очень рад, что Каннский драматический театр продолжает нас радовать именно такими качественными и интересными постановками, как сегодня. Буду еще рад прийти сюда, может быть, на эту же постановку, может быть, на следующую премьеру. Любители театрального искусства восхитил не только актуальный во все времена сюжет, но и форма спектакля, его декорации и подача материала. Спектакль произвел неизгладимое впечатление, безумно море эмоций. Понравился некоторой своей сюрреалистичностью. То есть вот эти моменты особенно впечатлили. И, безусловно, также световые эффекты, вот такие вот вставки и музыка. Я услышала амбиентную музыку. Это вот сейчас, мне кажется, прям новинка такая, что ли. На сцене московский стиляга и скептик Володя, окончивший школу и сменивший несколько мест работы, решает уехать от родителей, надоевших ему упреками и воспитанием. Где-то за Уралом живет его дядя, знаменитый партизан, которого уважает весь город. Но для парня нет авторитетов. Родственники встречают москвича тепло, а тот сразу же начинает ернищать, огрызаться, а вскоре и вообще убегает, хлопая дверью. Догнать его пытается дочка хозяев Сима. Я Володя, это Сима. Я Серафима. Да. Мы подростки, мы дети, озорные, впрочем, как и все нынешнее поколение. Вот. Мы любим, мы не любим то, что навязывают родители. У нас, мы считаем, что у нас свой жизненный путь. Да. Свои границы, которые мы раздвигаем, у нас нет рамок. Ну, потому что у подростков нет рамок. А если хотите увидеть, как это происходит, это происходит очень живо, красочно и ярко, приходите на спектакль в дороге. Эскиз спектакля в жанре road movie был разработан еще год назад, в рамках театральной лаборатории. Но из-за эпидемии коронавируса собрать все воедино удалось только сейчас. На репетиции ушел месяц. Жанр road movie не в том плане, что мы будем путешествовать и зрители будут ходить, а road movie в плане того, что будет происходить с главными героями. То есть практически каждую секунду они будут перемещаться не именно в пространстве, а они будут перемещаться по своим внутренним ощущениям. От, я не знаю, от минуса до плюса, от верхней точки кипения, там, гнева до какой-то любви. Спектакль о жизни, о любви, о чести, о том, как нужно жить и как не нужно. Эта пьеса ведет героев через успехи и радость, через страдания и болезни. И на своих и чужих ошибках учит главному искусству – быть человеком. Валерия Черных, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Не по-осеннему теплой погодой порадует нас начавшаяся неделя. В середине семидневки – до плюс шести. До самых выходных днем в Канске будет стоять плюсовая температура. Лишь ночью столбики термометров опустятся до минусовых показателей. Подобная ситуация сложится и во всем регионе. Синоптики уверяют, что показатели на неделе превысят норму сразу на 20 градусов. Так, во вторник днем в Канске ожидается плюс 5 градусов тепла, ночью – плюс один. В среду станет чуть прохладнее – до плюс трех. При этом прогнозируется штормовой ветер до 22 метров в секунду. В четверг вновь потеплеет – до плюс шести. А с выходных в город вернется минусовая температура, которая будет понижаться с каждым днем все больше. Особенно это будет заметно в ночное время суток. На этом мы завершаем выпуск. Его продолжит прогноз погоды. А новые сюжеты наших корреспондентов смотрите завтра в это же время. С вами была Анастасия Мосина. Я напоминаю, что новости пятого канала вы также можете смотреть в сети телекоммуникационной компании «Орион Телеком» на 11 и 19 кнопках. Не отказывайте себе в новостях нашего города. Всего доброго. До свидания. Операция. Обычно это то, что наводит страх и пугает своей болезненностью и травматичностью. Но только не в этом случае, ведь эта лазерная операция вен выполняется без общего наркоза. Через один иголочный прокол и занимает всего 30-40 минут. Причем сразу после процедуры пациентке предложат приятную прогулку без потери трудоспособности. Ноги Алексея вызывали у доктора немало эмоций. Ну почему раньше не пришел? Итог – срочная операция. Полгода назад Алексею выполнена операция по поводу крайней степени запущенности варикозной болезни. Через полгода мы наблюдаем замечательный результат. Клиника «Варикоза.нет» – это инновационный сосудистый центр, экспертная диагностика и передовые технологии. География пациентов поражает воображение. Едут за помощью отовсюду. Здесь и Северная Америка, Европа и даже Африка. Принцип нашей компании один, единственный и самый первый – не навредить пациенту. Поэтому всегда очень внимательно начинаем лечение с правильной остановки диагноза. Клиника лазерной хирургии «Варикоза.нет». Город Красноярск, улица Партизана-Железняка, 26А. Телефон 205-4501. Роскошные шубы от меховой фабрики «Вятка». Большой выбор, скидки, рассрочка. Такие шубки только у нас. 11 ноября в ЦУМе, город Канск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова